Всем привет! С вами Вика и Катя. В эфире передача для школьников «Наше время». Передача героем, который может стать любой из вас. Наша телепрограмма стала для нас школой, школой журналистики. За это время мы многому научились и даже попробовали создать свою школьную телестудию. Все мы ученики школы номер 6, и наш директор Ирина Ивановна поддержала нашу идею. И нам очень приятно, что одним из первых о нашей школьной студии, получившей название «Сикс Лайф», узнал глава Ленинского муниципального района Сергей Николаевич Кошман. Мы предлагаем и вам посмотреть, чем живет наша студия. Внимание на экран! Год назад телекомпания «Видное ТВ» начала выпускать новую детскую передачу «Наше время». Корреспондентами и ведущими ее стали учащиеся школа номер 6. Мы едем, едем, едем в далекие края. Хорошие соседи. Счастливые друзья. А у нас рубрика «Мини-пешеход». А спустя некоторое время ребята решили снимать передачу о своей школе. Получив одобрение директора школы, оборудовали в одном из классов студию. Ну ведь не в каждой школе есть своя телестудия, где дети работают, сами все делают. Вообще мы ее создавали для того, чтобы рассказать о своей школе. Хоть мы передачу снимаем четверо, но стараемся задействовать в своей программе всю школу. И в школе, естественно, жизнь становится интереснее, ярче. Все студийцы взаимозаменяемы. Каждый учится быть и корреспондентом, и оператором, и монтажером. Главное, наверное, для школы, для ребят, которые это поддержали вместе со мной, это самореализация. Самореализация в жизни, в своих действиях, в своих желаниях и поступках. Сейчас ребята готовят предновогодний выпуск передачи. Он должен быть и ярким, и незабываемым. Всем привет! В эфире телепрограмма «Сикс Лайф». И с вами снова я, ее ведущая, Евгения Васильева. Переди у ребят большие планы. И даже те, кто в нынешнем году оканчивает школу, говорят, что не покинут свою телестудию. Ведь журналистика – это так интересно. Татьяна Брылова и Адамия, Виднет-ТВ. Вик, ты любишь получать призы? Конечно, но еще больше я люблю вручать призы победителям наших конкурсов и викторин. Викторина «Мой город видное» показала, что вы, ребята, очень любите свой город и знаете его историю. Магазин «Твоя книга» предоставил приз для нашего победителя. «Твоя книга» – это огромный выбор художественной и специальной литературы на любой вкус и возраст. Это учебные пособия и развивающие игры. Это разнообразие канцелярских товаров. В магазине «Твоя книга» можно заказать необходимые издания и получить консультацию специалистов в выборе товара. Адреса магазина «Твоя книга» в Видном. Улица Строительная, 27 и улица Березовая, дом 5. Победитель конкурса Катя Сомова, к сожалению, сегодня не смогла прийти к нам в студию. Но этот замечательный приз от магазина «Твоя книга» мы ей обязательно вручим. В предыдущих наших передачах мы рассказывали вам о Владимире Желтоноге. Занимаясь аквариумистикой, он путешествует по миру в поисках экзотических рыбок. Но аквариумистика – это гораздо более широкое понятие, чем просто красивые рыбки и их содержание. А еще это увлечение нравится не только взрослым, но и детям. Об этом наш следующий сюжет. В ноябре нам удалось побывать в Москве на настоящем конкурсе аквариумистов-дизайнеров. Задание участников заключалось в красивом оформлении аквариума. Хотя не все были профессионалами в этом деле. Сами аквариумы были как маленькие, нано, так и большие. Вот что думают конкурсанты о своих работах. Во время прогулки я увидела зеленую траву, которая покрыта первой изморосью. Главная идея работы в неком таком умирании природы, предзимний период. Центральная часть, вернее, основная нота – это некая нара, некое углубление, притягивающее, вызывающее желание заглянуть, спрятаться, может быть. Работа создавалась на основе картины Шишкина «Утро в сосновом бару». Работа названа «Где медведи?», потому что ассоциируется с тем, что медведей под водой не запустишь, и здесь нет, поэтому вот такое полушутливое название. Зрителями конкурса выставки стали совершенно разные люди разных возрастов – и взрослые, и дети. У нас есть тоже дома аквариум. Мне интересна эта тема. Я люблю творить, но мне нравится тема, как-то что-то создавать новое. Работы конкурсантов мог оценить каждый желающий. А я отдаю свой голос за каменное русло Дмитрия Жавкина. Одними из устроителей были представители немецких аквариумных фирм. Они предоставили материалы для украшения аквариумов. Немецкие друзья рассказали нам о своем производстве продукции для детей. Они хотели бы, чтобы больше и больше детей и молодежи занимались таким увлекательным и в прямом смысле красивым делом аквариумистикой. Специально для детей фирма Dennerle создала концепцию, называется Nano Kids, в который входит сам аквариум, средства для его оформления и также небольшая, очень понятная и доходчивая инструкция для того, чтобы каждому ребенку было не только легко создать этот аквариум, но также было очень интересно этим заниматься. Мероприятие такого рода уже входит в традицию в нашей стране и становится международным. Возможно, вскоре участниками подобных конкурсов станут и школьники. Екатерина Лохматова специально для передачи «Наше время». А у нас новый конкурс от магазина аквариумов. На этот раз учредители викторины предоставили сразу несколько призов. Это сертификаты на приобретение продукции в магазине аквариумов. Итак, записывайте вопрос. Откуда взялось название самой популярной аквариумной рыбки «Гуппи»? Ответы присылайте до 15 января на адрес нашей электронной почты. Победитель получит хороший приз от магазина аквариумов. Итоги конкурса, объявленного лингвистическим центром «Квест», мы подведем в следующем нашем выпуске. Потому как не все участники успели подготовить свои работы. Да, задание было действительно очень сложным, но довольно интересным. И если вы тоже хотите участвовать в этом конкурсе, напоминаем его условия. Как знание английского языка помогло или может помочь мне в жизни? Это может быть сочинение, рассказ или даже стихотворение. Размер 100-120 слов. Ответы присылайте к нам на электронную почту. Ее адрес вы видите внизу экрана. До 15 января. Победитель получит хороший приз от лингвистического центра «Квест». Удачи вам, ребята! Ребята команды юных инспекторов движения из школы номер 7 уже не раз становились героями нашей передачи. На этот раз наш корреспондент Аня Никишина встретилась с ребятами после того, как те приехали из Серпухова, где проходил творческий марафон юных инспекторов дорожного движения. Смотрим сюжет Ани Никишиной. Школа номер 7 представила Ленинский район в творческом марафоне отрядов «ЮИД», который прошел в конце ноября в Серпухове. 10 команд боролись за право быть лучшими. Ребята выразили все, что могли, показали себя, попробовали себя показать, как можно донести до детей все правила дорожного движения, которые необходимо применять на дорогах нашего города. Ну и вообще любого другого города. Наша команда из 12 ребят подготовила и сценировку, наглядно показывающую, как надо и как не надо вести себя на дороге. Мы занимались месяца 2-3, очень переживали, очень хотели туда поехать. И когда мы туда ехали, мы повторяли сначала, а потом уже начали играть. У нас был Джин и ребенок. Вот он сидит сейчас рядом со мной. И они попали в аварию. Роль у меня была, ну как бы сказать, одна из главных ролей, поскольку я был там малышом, который вот нашел Джина. И мы там поехали в аварию, нас начали вот учить, что мы там глупые такие, вот ничего не знаем. Побед давалось тяжело. Соперники были достойные. Ребята хотели завоевать первое место, но не расстроились, получив четвертое. Главное, все получили массу хороших впечатлений. Все переживали, помогли заикнуться, но все же мы заняли четвертое место, и это очень хорошо. Соперники были так сильные, как я видел, и понимал, что у нас легкой победы не будет. Хочется еще побольше всем малышам рассказать, потому что когда выступали в самом первый раз, это у нас в школе первоклассникам, было очень интересно, они так все смотрели. Потом, когда ушли со сцены, там ведущая говорила, ну, ребята, вам понравилось, они все кричали, да, еще хочется посмотреть. Теперь команда ИИД седьмой школы, пополненная свежими творческими силами, быстро имится к новым вершинам. Анна Никишина и Адамия. Специально для передачи «Наше время». В нашем городе много интересных ребят. И это уже в который раз подтверждает наша постоянная рубрика «Эскубе. Сотвори себя сам». На этот раз наши корреспонденты Женя и Кирилл побывали в гостях у братьев Сережи и Валеры Науменко. И не пожалели о потраченном времени. Сегодня мы заглянули к очень интересной и творческой семье Науменко. Братья Науменко очень дружны между собой, но интересы все-таки у них разные. Валера, старший брат, серьезно занимается хоккеем. Просто сама игра. Это тот момент, когда ты просто выходишь и понимаешь, что ничего не зависит от кого-либо другого. Если ты можешь выполнять свою работу хорошо, и ты ее делаешь, ты выйдешь и ее сделаешь, и забьешь голу, и принесешь команде победное очко. И тогда ты принесешь радость полейщикам самому себе. Это самое главное в жизни. Это самые высокие эмоции. А ты помнишь, как ты в первый раз вышел вообще на лед? Да, я помню. Это было 10 лет назад. И перед тренировкой, ну, я вообще не волновался, но понимал, думал, что я выйду и сразу покачу. Мама, наверное, видела по моему лицу, по моему ощущению, и сразу мне предупредила, что такого не будет. Что, скорее всего, ты выйдешь и упадешь. Хотел бы меня подготовить морально. И она сказала, что ты будешь падать и вставать. Если ты сможешь падать и вставать постоянно, то ты вырастешь и дашь результат. И старайся делать это. Я старался падать и опять вставать. И потом я просто покатил. Ты считаешь, что ты сам всего добился? Или все-таки тебе кто-то помогал, кто-то тебя поддерживал? Нет, конечно. Я считаю, что... Ну, я вообще хочу поблагодарить очень сильно моих родителей. Я понимаю, что я еще не совсем многому достиг. Ну, не достиг высшей точки в этом деле. Но я понимаю, что уже какие-то результаты есть. Я благодарен за это родителям. Ну, и всем тем, кто был со мной рядом. Постараюсь свою жизнь связать с хоккеем. А его младший брат Сережа хочет посвятить себя театру. Проснулся Фома. Ничего не поймет. Трусы и рубашку со стула берет. Фома удивлен. Фома возмущен. Не правда, товарищи. Это не сон. Когда ты выходишь и понимаешь, что ты посвящаешь свою игру зрителям, ты понимаешь, что тебя слушают, ты понимаешь, что на тебя смотрят. Ну, вот это, наверное, ощущение драйва какого-то. Вот очень мне нравится. И, конечно, несмотря на то, что у меня по хоккей очень много медалей есть, но все же, наверное, театр это больше мое. И я хотела бы связать свою жизнь. Сергей не только артист театра, но еще и замечательный певец. Свои песни он пишет сам. Мои, мои, я тебя так ждал. Мои, я тебя дождался. Мои, люби, мои, живи. Мои, лапы, мои, лай. Мои, кухни. В прошлом году я у нас проходил зубские чтения в районе, который сейчас уже третий раз проходит. В общем, я выступала от нашей школы и занял третье место по району. Это, наверное, будет всегда моя самая важная медаль, потому что это первая медаль, которую я получила за какие-то заслуги именно по театральному. В театральном деле. И, конечно, было чуть-чуть обидно то, что занял не первое, не второе, не на третье место, но все равно призовое место. Это тоже очень хорошо. Валер, что ты ценишь у Сережи, вот как у своими братьями? Во-первых, я его очень уважаю, как начинающего актера, потому что это человек, которому я могу, во-первых, рассказать все. Он меня поддержит, и я знаю, что я дожусь у него поддержке. А так я его уважаю, потому что он, ну, по крайней мере, умеет играть на гитаре, чего не умею делать я. Он умеет считать стихи, так как не делаю этого я. Я просто, он классный парень, хороший брат. Ну, Валерику я уважаю, потому что он очень сильный как морально. То есть, если он поставит себе какую-то даже сам гиперсложную задачу, он все равно будет стараться ее выполнить. И, в конце концов, он ее выполнит, что самое главное. И, конечно, по физическим данным, ну, понятно, что он и должен быть у меня старше, он сильнее, он старше, но он очень волевой. И, в принципе, ну, я чувствую, что если какая-то ситуация такая неприятная, то я чувствую в нем поддержку постоянно. А что на самом деле у вас на первом месте вообще в вашей жизни? Ну, семья, да? Семья, скорее всего. Семья, скорее всего, на первом месте, потому что, сперва, если ты знаешь, что за тобой есть люди, которые тебя всегда поддержат, которые, если вдруг ты начнешь падать, поддержат тебя, то уже все дальше получится. Если нет первой опоры, дальше бессмысленно идти. Я полностью согласен. Ну, то есть, действительно, семья – это то место, куда ты можешь прийти после каких-то расчеруваний, тебя поддержит в любом случае. Ты можешь надеяться, то есть семья – это единственное место, когда ты можешь надеяться и прийти туда и высказать все, ну, как хороший смысл. Евгения Васильева, Кирилл Усманов. Специально для передачи «Наше время». Мы всегда радуемся успехам ребят, особенно тех, кто участвовал в нашей передаче. Лиза Горбунова не только не раз побеждала в конкурсах нашего времени, но также стала нашим корреспондентом. Недавно Лиза участвовала в конкурсе поэтического творчества «Скажи-ка, дядя». И сегодня Лиза у нас в студии и готова рассказать об этом. Привет, Лиза! Всем привет! Да, действительно, я участвовала в конкурсе «Скажи-ка, дядя», посвященном 200-летию со дня Бородинского сражения. К сожалению, мое стихотворение о Надежде Дуровой не заняло призовое место, но мне была объявлена благодарность от Министерства культуры. 7 декабря состоялось награждение в здании Совета Федерации. Лиза, расскажи, а что больше всего тебе запомнилось на награждении? В конкурсе участвовали юные авторы от 8 до 25 лет. Были ребята из разных регионов России. Вела церемонию награждения знаменитая певица Илона Броневицкая. Она искренне восхищалась стихами участников. Министр культуры Антон Губанков поздравил победителей и пожелал всем успехов творчества и вдохновения. После окончания церемонии награждения ребята читали свои стихи. Когда я прочитала свое стихотворение, я почувствовала, что зрителям оно понравилось. Автору это всегда приятно. Пользуясь случаем, я хочу сказать огромное спасибо своим замечательным учителям. Логиновой Галине Трофимовне, Зименковой Алексееву Павловичу и Алябьевой Наталье Петровне. Спасибо, Лиза. Все больше и больше приближается Новый Год. И, естественно, новогоднее настроение. Да, пахнет елкой, а вокруг стало намного ярче от новогодней иллюминации. Кать, может, это кажется только нам? Что-то, видновчане, особенно маленькие дети, уже давным-давно живут в ожидании Нового Года. В этом убедились наши корреспонденты Кирилл и Женя. Снег Время ускоряет бег Снова заставляет всех Не на шутку суетиться Вдруг В двери постучится Друг Мир изменится вокруг Этой ночью все случится Зима, зима Стучится в дома И наши сны Мечтами завьюжат Зима, зима Светет нас с ума Белым-белым снегом закружит А нашу передачу продолжит рубрика «Калейдоскоп» Впервые администрация городского поселения предоставила нам такую возможность вот таким вот образом встретить Новый Год. Спасибо им за это огромное И не каждый город Московской области может похвастаться таким праздником Каждое из 11 образовательных учреждений Видного представили свою творческую программу на конкурс презентации Выступления были разнообразны Одни выходили большой командой, занимая чуть ли не всю сцену, словно доказывая, наша школа самая дружная Другие старались поразить зрителей яркостью костюмов и искрометным юмором Третьи восхищали изяществом Пожалуй, самым ярким выступлением стал выход сборной школ 6, 7 и 9 Юность молодых статных ребят в сочетании с элегантностью их педагогов покорила зал Пока жюри решало судьбу команд, всех участников праздника пригласили на фуршет Это была еще одна возможность поделиться друг с другом впечатлениями о прошедшем конкурсе и о вечере в общем Никогда раньше не участвовал, но это дико весело Теперь буду всегда это делать Я тоже об этом думаю С Новым годом, да? Да, с Новым годом, с новым счастьем Первый раз мне понравился такой праздник Хорошо, что мы еще в следующем году такой строили Мне понравилось Объявляя результаты конкурса, жюри отметила, что каждая команда достойна приза и звания Так в номинации «Самая дружная команда» победу одержала школа номер один Самыми креативными стали ребята из школы номер два А оригинальными – учащиеся профессионального колледжа Лучшим творческим союзом признали сборную команду школ номер 6, 7 и 9 Каждому образовательному учреждению администрация городского поселения Видное вручила телевизор А в завершении вечера состоялась дискотека с участием диджея Бобины и группы «Инфинити» В середине декабря мы с ребятами побывали в гостях у нашего самого любимого волшебника Усадьба Деда Мороза в Кузьминках оказалась очень красивой Всех гостей встречала высокая красавица Ель, установленная в центре большой площади А по кругу терема мы побывали во всех Сначала навестили хозяина усадьбы Деда Мороза Дедушка рассказал нам о своем доме Очень интересно оказались в спальне у Деда Мороза Под периной спрятаны нежные весенние цветы А на постели целых семь подушек Смогли мы и желание задумать в волшебной комнате Так, закрываем глазки Желание, ребят, исполняйтесь Я желаю, чтобы у всех исполнились свои желания Чтобы каждый мог получить то, что он хотел В другом тереме нас встречала внучка Деда Мороза Снегурочка рассказала нам об обычаях и поведала про волшебный лес А потом мы заглянули на почту Деда Мороза Снеговик по секрету нам сказал, что Дед Мороз очень любит получать весточки от ребят Особенно, когда те делятся с ним своей радостью Каких только открыток, писем и поделок не приходит сюда А вот правильно ответить на вопрос, когда день рождения у Дедушки Мороза мы не смогли День Дедушки Мороза 18 ноября Именно в этот день на его родине в Великом Мустиге ударяют первые морозы И зима отступает в свои права Поездка оказалась познавательной и веселой Она запомнится нам надолго Борислав Бирюков специально для передачи «Наше время» Ну и на такой позитивной нотке мы хотим завершить наш премновогодний выпуск передачи А вы, ребята, уходя на новогодние каникулы, не забывайте про наши конкурсы Ответы присылайте к нам на электронную почту Битная МВС обакмайл.ру До 15 января С вами были Вика и Катя Пока! Субтитры подогнал «Симон»